Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. СМИ сообщают об обысках в Минздраве, что об этом заявляют в самом ведомстве. Почему участок за крупным торговым центром в Барнауле ждет экологическая катастрофа? И кто пытается озеленить эту территорию? Половодье близко. Стоит ли районам в крае готовиться к худшим сценариям? В Алтайском Минздраве опровергли информацию про обыски в ведомстве. Ранее портал Банфакс со ссылкой на свои источники сообщал об обысках силовиков. Предположительной причиной называли крупную закупку компьютера в 2020 году. Информация не соответствует действительности, заявили в Минздраве. Реакцию Следственного комитета края портал Банфакс пока не получил. Тем не менее, источники Банфакса называют конкретную закупку, которая могла бы заинтересовать правоохранителей. Речь идет о покупке компьютерной техники для Краевого медицинского информационно-аналитического центра в 2020. Начальная сумма контракта составляла 308,5 миллионов рублей, но компания-победитель аукциона снизила ее до 177 миллионов. Но еще на моменте проведения аукциона наблюдатели сомневались, нужно ли такое крупное обновление компьютерной техники. И переходим к другой теме. В Алтайском крае готовятся к половодью. Активно это делают сейчас в Краснощоковском районе. В марте туда должны поставить насосы, в селах укрепляют берега, а в райцентре строят инженерную защиту. Эти населенные пункты обычно попадают под волны паводка. И даже если не рассматривать сценарий первой волны 2018 года и второй 2014, участки в Краснощоковском всегда потапливает. Впрочем, спасатели края по традиции готовятся к худшему сценарию половодья. Согласны ли с этим ученые, выясняли мои коллеги. Поднимают и укрепляют берег. В селах Карпова и Харлова Краснощоковского района ждут половодья во всеоружии. По крайней мере, ближайшие участки при благоприятном сценарии паводка не должно подтопить. В райцентре муниципалитета строят инженерную защиту. Для добычи камня вскрыли карьер между Краснощоково и Черышским. Прежде камни приходилось привозить из других районов. 20 марта в муниципалитет должны поступить насосы для откачки воды. Градус переживаний не падает в Моралихе, которую регулярно подтапливает река Черыш. Но по сообщению отдела водных ресурсов Верхнеобского водного управления по краю, решить этот вопрос можно только в рамках федеральных программ. Моралиха туда войдет в следующем году. Подготовка к этому сложному периоду всегда идет по наихудшему сценарию развития событий. Спасатели края уже объявили, что готовы при случае эвакуировать население, ликвидировать последствия паводка. Худший сценарий по умолчанию. В Бийске первую волну ждут в 20-х числах апреля. Под нее может попасть тысяча домов с тремя тысячами жильцов, прогнозирует МЧС. Запас воды в снежных покровах, по их данным, на треть больше, чем в прошлом году – 78%. Хотя уровень промерзания почвы меньше, а значит впитываться паводок будет лучше. В уровне других рек запасов воды больше. Запасы воды в снежном покрове составляют по бассейнам реки Опен составили от 88% до 128%. Наивысшие запасы составили по рекам Катунь и Аллеи – от 36% до 171%. По данным гидрометцентра, толщина льда в реках края меньше среднемноголетней. В Абии у Барнаула – 60 см, в районе Шалаболихи – 59, в Бии – 57, в Чумыше у Тальменки – 56. Ученые говорят, что зима была мягкой, почва промерзла меньше, чем годом ранее. Важным фактором развития паводковой ситуации является характер весенних погодных процессов. Температурный режим, от которого будет зависеть интенсивность снеготаяния, количество осадков в весенний период. А на начало весны метеорологи прогнозируют активные осадки. Снегопады в марте обещают в Барнауле, Бийске, Краснощоковском, Черышском, Усть-Пристанском районе. Обычно первая волна паводка в край приходит в апреле. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульская журналистка проведет 6 лет в колонии. Такой приговор суд вынес для Марии Пономаренко, которую ранее обвинили в распространении фейков об СВО. Женщине также на 5 лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях. Срок Пономаренко получила за пост в телеграм-канале. По статье женщине могли грозить максимальные 10 лет. Гособвинение запрашивало 9, но суд остановился на 6 годах колонии общего режима. Осужденная своей вины не признает и собирается обжаловать приговор. Трагедия в Турции уже вторую неделю у всех на устах. По последним данным, разрушительное землетрясение унесло более 35 тысяч жизней. Общемировая катастрофа невольно вернула жителей края и его столицы в 2003 год. Тогда до нас докатились отголоски сильнейшего чуйского землетрясения. Благо, люди отделались испугом, а многоэтажки устояли. В нашем сюжете попробуем дать ответ на вопросы. Устоят ли алтайские дома при серьезных подземных катаклизмах? И что делать, если трясти начнет, к примеру, прямо сейчас? На фото куски грунта, которые в момент сотрясения откололись от гор. Мощнейшее землетрясение в республике Алтай 2003 года нарисовало татуировку в виде оползня. Эти фотографии сделала Ирина Дмитриева, гид по горному Алтаю. Местные жители до сих пор помнят масштаб разрушения. Подземные толчки магнитудой в 7,3 практически уничтожили поселок Бельтир. Люди выжили. А вообще, рассказывает Ирина, землетрясение в горном происходит регулярно. Большинство остаются незамеченными, но иногда трясет сильно. Помню как-то пятибальное землетрясение. Я сидела в момент на скамейке, которая стояла на улице. И вдруг эта скамейка захотела меня с себя сбросить. Что-то подобное ощутили 27 сентября 2003 года барнаульцы. Многие помнят, как земля уходила из-под ног. В момент землетрясения доктор географических наук Геннадий Барышников был в отъезде. По возвращении отправился в экспедицию в республику, в эпицентр. Подземные толчки, хотя и слабой силы, еще продолжались. Ночью случился толчок очередной. И представляете, кровать наша поехала ночью. Офицер забегает. Вы живы, вы живы здесь. Да живы мы, все нормально. Это уже было 10 октября. Подземные толчки. Это авторшоки были. И они вот так проявлялись. Сегодня многие сравнивают Чуйское землетрясение и Турецкое. Магнитуда примерно одинаковая. Масштабы катастрофы кардинально разные. Ученые дают ответ. В Турции до 30 лет назад строились дома не по той технологии, какой должна быть при сейсмоподвижках. Какие дома строились? Они делали каркас металлический, и стены выкладывали из кирпича. Причем кирпич был облегченный с полой, по сути дела полой, с перегородками небольшими. Поэтому эти дома все были разрушены. Если вдруг что-то, какую-то конечность придавило, мне двигать завал. Урок ОБЖ в 53-й школе. Катастрофа в Турции с многотысячными жертвами заставила нас вспомнить школьную программу. А ведь там изучают правила поведения при землетрясении. Но многие ли о них помнят? Да и свою актуальность часть правил уже утратила. К примеру, что в момент толчков стоит прятаться в ванной, рассказывает учитель Барнаульской школы. Современная застройка немножко изменилась. И современные ванны у нас идут акриловые. Это советского производства, которые были ванны чугунные. В тех можно было спастись от, скажем так, падающих плит. То в современной ванне уже спасения вы не найдете. Поэтому надо искать такие места дома. Если стихия застала вас дома, нужно держаться подальше от бытовых приборов. Шкафов, окон. Рекомендуется залезть под стол. Главное, не стеклянный. В момент сотрясения прижаться к несущим стенам. При возможности покинуть помещение. По лестнице, по лифту нельзя. Тросы могут оборваться. А вообще, такие меры предосторожности для жителей Алтайского края крайне важны. Уж слишком близко горный Алтай. В Барнауле магнитуда 7,5 не произойдет землетрясение. Производят несколько линии же. Давайте так, повредятся ли здания? Да, повредятся. Много зданий? Да, много. Ежегодно рассказывают географы. В мире происходит около 8 миллионов землетрясений. Естественно, большую часть люди просто не ощущают. Сегодня в мире нет средств, которые бы спрогнозировали подземные бури. Поэтому правила поведения при стихийном бедствии стоит регулярно обновлять. Даже если, по прогнозам сейсмологов, в ближайшие годы нашему региону ничего не грозит. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня 34-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. После десятилетней войны советские солдаты наконец-то смогли вернуться домой. В честь этого события, почтить память о земляках, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и других горячих точках, пришли ветераны боевых действий, родственники, представители Алтайского отделения Союза ветеранов Афганистана и матерей погибших защитников Отечества. Мы с болью вспоминаем те дни, когда шла афганская война. Но 15 февраля 34 года назад наши друзья, наши братья покинули эту страну, и мы с обрелечением вздохнули. Напомним, более 9 лет советские солдаты участвовали в афганской войне. Тогда погибло 420 жителей региона. Сейчас в крае осталось 4,5 тысячи афганцев. Большинство из них были срочниками. Кому-то тогда едва исполнилось 19-20 лет. Сомнений не было у моих товарищей, что идут защищать. И, если уж так выразиться, то рванув рубак на груди. И погибли. Ребята, так получилось, что, как мой товарищ, лучше меня, молодцы. Ну, погиб. Вернул свою. Барнаульские общественники не оставляют надежд на преобразование убитого пустыря за крупным торговым центром в индустриальном районе Барнаула в зеленую парковую зону. Сейчас этим занялась инициативная группа неравнодушных жителей города, заинтересованные эксперты, географ, архитектор, эколог. Эколог, кстати, уверен, если не сейчас, то это место ждет экологическая катастрофа. С подробностями моя коллега Мария Мацаева. Пока пустырь по-прежнему остается мертвой зоной в самом центре оживленного района. Строительный и бытовой мусор скрываются под снегом, а овраг осыпается и становится глубже. Представить эту территорию ухоженной пока очень трудно. Несмотря на все усилия общественников, субботники и запрет завозить мусор на точку. А во время зимы место и вовсе превратилось в сплошной ледник. Жители рассказывают, что каждое утро наблюдают картину того, как приезжают грузовые машины и сбрасывают сюда тонны снега. Люди боятся, что весной здесь начнется просто нереальный потоп и грязь. А также обеспокоены тем, что реагент, который содержится в этом снегу, ведь привозят его почти со всего города, скоро окажется в том водоеме. На этом видео момент сброса снега. То, что туда сейчас вывозят, это действительно незаконно. Загрязненный снег, он же тоже как бы четвертого класса опасности, он нефтепродуктами и реагентами. Верхний слой плодородной почвы, он уже уничтожен. Опасен такой снег и для местного водоема в Овраге. Участники инициативной группы говорят, что там есть подземные родники, которые, возможно, являются началом реки Пивоварка. Уточнили у сотрудников РГО, что это не просто вода, не какие-то сточные воды, а выход именно воды, выход грунтовых вод. Вот решаем вопросы о включении этих водоемов в реестр водных объектов. Если там действительно находятся истоки реки Пивоварка, то это подземные воды, это все уйдет. Засыпать мы не имеем права, то есть это действительно нужно облагораживать. Те предприятия, которые окружают какие-то ливневые истоки, это все нужно уводить от этой территории. А загрязнение водных объектов по законодательству не разрешено. К слову, примечательным это место оказалось из точки зрения фауны. Об этом, кстати, нам рассказал случайный прохожий. Тут и птиц полно всяких. Соловьи, воракушки, горлицы прилетают. Ну, орнитологи знают. Щурки живут в обрывах. И такая зеленая зона, причем она такая естественная. Вот она уже сама тут есть. С таким природным багажом и ландшафтом пустырь пока не поздно можно возродить и создать оазис прямо в черте города, добавляют эксперты. К тому пример история парка Изумрудный. Из некогда погибающей и запущенной территории смогли сделать притягательное для горожан место. А все благодаря запросу самих людей. К тому же сейчас существует множество программ по озеленению города. Это отличный шанс обратить внимание властей на судьбу пустыря. Такая территория может быть включена в перечень объектов для голосования в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Я думаю, что если это будет сделано, то, соответственно, не будет проблем с победой на этом конкурсе, потому что слишком много людей заинтересовано по появлению здесь парка. И мощный запрос общественности на создание парка действительно есть. Инициативная группа создает паблики, где каждый может принять участие в обсуждении, высказать мнение о том, что хочет видеть на месте пустыря. Как подчеркивают горожане, точка хоть и капризная, затратная в плане обустройства, но перспективная экономически. Благодаря удобному месторасположению она может стать выгодной и для местных ТЦ, и для продавцов недвижимости. Ведь парковая зона лишь привлечет больше наплыв посетителей и улучшит облик района. Мария Мацава, Александр Антропов. День с толком. А далее автоподставы в Барнауле. Четверых мошенников задержали в краевой столице. Мошенники орудовали на кольце возле торгового центра «Ашан». За два года фигуранты стали инициаторами более 30 дорожно-транспортных происшествий, а причиненный ущерб страховым компаниям составил порядка 12 миллионов рублей. Полиция опубликовала видео задержания барнаульцев, которых подозревают в мошенничестве с автостраховками. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что фигуранты инициировали ДТП, а затем предоставляли в страховые компании фиктивные документы о покупке запчастей и ремонте по завышенной стоимости. На этом основании они получали страховую выплату. Во избежание попаданий в неприятной ситуации мы еще раз напомним, как правильно ездить по кольцевому перекрестку. Двигаться по круговому движению по этому перекрестку можно по любой полосе, неограниченное количество раз. И даже по крайней правой полосе водитель имеет право ездить до бесконечности. Выезжать по правилам дорожного движения только с правой крайней полосы в крайнюю правую полосу. Алтайские напитки стали достижением импортозамещения. Таковы результаты конкурса на международной выставке Протэкспо. Добавим, что это крупнейшая в России выставка продуктов питания и напитков. На ней собираются несколько тысяч участников из разных стран. Какой компании из нашего региона удалось заменить известные бренды, которые покинули рынок, расскажем далее. Бочкари – вкус с Алтая, который уже давно узнают за пределами региона. За пять дней международной выставки Протэкспо этот вкус оценили более двух тысяч посетителей. Выпито почти 700 литров напитков. Особое внимание к новинкам – Target Manga, Zero и, конечно, достойная замена брендам, которые покинули рынок. Это «Оранж», «Кола» и «Цитрус». Эта линейка стала достижением в импортозамещении на Протэкспо. А «Кола» Бочкарей еще и взяла золото дегустационного конкурса. Они предвосхитили наши ожидания. И мы эту линейку уже не видим как временное какое-то решение или ситуативное, а как регулярная, постоянная продукция в нашем ассортименте. Сама компания «Бочкари» в этот раз получила звание «Лучшее предприятие Протэкспо-2023». Кстати, несмотря на непростой 2022 год, завод не потерял партнеров и поставщиков. Даже больше трудностей подтолкнули «Бочкари» к мощному развитию. Мы запускаем небольшой экспериментальный завод, пивоваренный в Бочкарях. Это нам позволит, с одной стороны, реализовывать, скажем так, тестовые, важные фазы с новыми поставщиками различного сырья, в том числе и выпускать пиво для ресторанов, для хорики. Это определенный другой сегмент, чем массовый продукт. Сегодня продукция завода уже представлена в 56 регионах страны. В компании приняли решение расширять производство и запустить площадку для капакинга за пределами региона, в Московской области. А это значит, что «Бочкари» ждет новый виток развития и новая продукция, которую оценят миллионы ценителей вкуса и качества. В Барнауле стартовал 18-й фестиваль книги, изданный на Алтае, одной из крупнейших книжных мероприятий Сибири. По традиции фестиваль открывается большой книжной иллюстративной выставкой. В экспозиции многообразие печатной продукции, выпущенной полиграфиями и издательствами нашего края за минувший год. На этот раз представлено больше 500 изданий по разным направлениям. Главная цель – показать широкой публике книжные новинки региона и выявить лучшие издания, а также поддержать интерес к чтению. Почти в 80 библиотеках края в течение полутора месяцев будут проходить творческие встречи, мастер-классы, презентации и другие мероприятия, посвященные тому, что издано на Алтае. Мы будем говорить о книге, о книгоиздательской деятельности, о этих проблемах и эти вопросы, которые вокруг нас, они у нас одинаковые, независимо от региона. Ну и наша гостья – это Майя Кучерская, она из Москвы, действительно. Она приедет с творческой встречи и с мастер-классом по тому, как нашим ребятам, может быть, молодым, научатся писать книги. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова